МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии працея Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Працовные гаранты. Сегодня у Гомеля подписано новое трехбаковое погоднение помеж Аблавы-Канкамам, Областным комитетам профсоюзов и Областным союзом наймальников. Стандарты якости и цена питания школьные кермаши в Гомельском регионе сустрекают в учнях и родителей. Циверница лета. По прогнозам синоптиков, этот день будет теплым, но дождливым. А сейчас, об этом иншем, больше подробно. Сегодня у Гомеля подписано новое трехбаковое погоднение помеж Аблавы-Канкамам, Областным комитетам профсоюзов и Областным союзом наймальников. Ключовый для всего региона документ социального партнерства будет действовать на протяжении 2019-2021 годов. Тему протяжения Евгения Кухаронак. Подписание погоднение – заключный этап конструктивного диалога у Лады, профсоюзов и наймальников региона. При его подрехтовке был уличеный опыт заключения и выполнения передних документов, а также изменения в работе в законодательстве страны. Взаимная зацикавленность социальных партнеров посприяла тому, что погоднение узмацнило правы и гаранты работников. Этот нормативный акт, это соглашение, он принципиально очень отличается от предыдущих, потому что он носит в основном в своем обязательный характер. Ранее соглашение существовало, оно носило каким-то, можно сказать, в большей степени рекомендательный характер. В настоящее время это тот документ, который необходим нашим правозащитникам для отставления именно в судах прав и гарантии наших граждан, трудящих. Так, в новом погоднении предназначены додатковые нормы для работников, которые имеют неповные семьи и выховывают неполнолетних детей. Замасованы меры стимулирования работников, закрануты питания занятостей, утимлику, працеоладкования молодей, особи с обмежеванными махчимостями граждан пенсийного взросла, которые выховывают неполнолетних детей. Нормы трехбокового погоднения обовязковые и не могут быть изменены в бок снижения социальной и экономической обороненности работников. Данный документ – это тот свод минимальных гарантий, минимальных норм для как нанимателей, так и работников, для того, чтобы в дальнейшем на основе соглашения заключались и коллективные договора, и отраслевые, тарифные, районные, городские соглашения. Погоднение закликано заховать социально-экономичную стабильность у працонных коллективах разом с тем и поддерживать динамичное развитие экономики региона. Отзначим, в минулом году в области было створено 7,5 тысяч новых працонных мест. На третью взросла колькость самозанятых граждан. На стимулирование работников предприемствами выдатковано больше за 24 млн рублев, 2 млн – на пропаганду здорового лада життя у працонных коллективах и утримание спортивно-оздоровленных объектов. Евгений Кухаронак, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Белорусские аграры намолотили больше 4,5 млн тонн сбожжа. По стане на 5-го жнивня сбожжевые зернебобовые убраны большим на 65% площадь. У лидерах Брестская в область тут убраны больше 90%. В нашем регионе план по уборце выполнен на 63,5%. На Молодскла – 479 тысяч тонн. При этом 18 районов в области убрали больше за полову палетков. По темпах работ лидируют господарки Лоевского района. Тут необмолоченными засталися у сего 5% поселных площадь. Завершают массовые работы так само Брагинские и Мазырские аграры. Самая великая уроджайность – по раннейшому в Речицком районе. 30,5 центнеров с гектара. При среднем показчику – 22,7 центнера. Фестиваль «Альняная карусель» пройшел на минулых выходных у регионе. Свято-белорусского шоуку у городским поселку Карма собрало больше, как 70 майстров, рамесников и амаль два десятки творчих коллективов из России, Украины, Бельгии и Австрии. В программе ильняны парады, дефиле, майстры-классы и выступления. Так само – экспресс-курсы по истории лену, выкористание его у кулинары, косметологии и выработки одежды. Любожидающий мог попробовать научиться ткацкому майстерству. Умею вязать, поэтому мне было бы интересно. Что-то новое я никогда не пробовала, но видела и просто заинтересовалась. Сложнее, чем вязание? Для меня – да. Теплота наша. Лен, возьмешь в руки, вот эта вот шершавость, вот эта вот земля чувствуется просто. Льняная карусель закружила райцентру третий раз. Дорогие, в этом кутку Беларуси культуру не только выросшивают, но и перепрацовывают. Тому мета организаторов фестиваля – зрабители он брендом Кармянского района. По всей краине стартовали школьные кермаши. До их открытия модельеры подрихтовали модные новинки. Продавцы запустили специальные пропановы, а громадские организации проводят доброчинные марафоны по сбору школьных прилад для шмодетных и неполных семьях. До приклада у Гомеля передать подарунок можно прос активистов БРСМ в хандлевых центрах. До речи, полдневый регион подрихтовал больше за 900 кутков школьника, где можно набыть все необходимое. Протягтем мы в наступном сюжете. Пятикласснику Артему мама дает полную свободу выбору. Кажа, на школьных кермашах цены у любого продавца прямальные. Скидки от 5 до 50% для шмодетных особные акции. К тому один и критерий при выборе – первого детяти. Такий же подход и с молодшей Жанной. Я смотрю, что ребенку нравится. Маме, да, ребенок выбрал. Ну, она просто любит сама выбирать. И я руководствуюсь ее мнением, чтобы потом не было вопросов. Может, вот этот горошек? Синенький, интересно. Синенький? Ну, давай синенький. Со старшоклассниками продавцы признаются складаний. Тут уже стандартная форма не затекавить. У тренде классика, в чистом выгляде. Альбо в сучасном читании с модными нюансами. Я иду в 8 класс, мне нравится больше классический выбор. Да, есть. Например, вот эта вот рубашка, в принципе, мне она нравится. На этом предприемстве готовы и задоволись густ любого покупника. С конвейеров, что день сходится каля полторы тысячи одинок продукции. Все это школьный ассортимент тут отдавили на 70%. До кожного костюма – одинное санитарное потребование. Поветропроникальность, гигроскопичность и натуральность тканины. Дарыш и тут закупка новой техники подняла якось оденя на парадок высшей. Стыль распроцовывает целая команда модельеров. Зара скажут, для молоди первоважный так званный стиль «кэжуал». Молодежь, естественно, следит и за какими-то стрит-стайлами, за луками известных медийных персон, за инфлюенсерами моды, которые в интернете активно себя проявляют. На продаж выставили и леташние модели. Их дарыши можно купить с 50-процентной скидкой. Такие предприемства в Беларуси оказывают и спонсорскую допомогу многим школьникам. До доброчинного марафона долучаются так само громадские организации. Так «Союз молоди» запустил акцию «У школу с добрым сердцем». У буйных андлёвых центрах волонтёры БРСМ организовали сбор канцелярских прилад и школьного отделения. Долучиться до акции можа кожной. Поделитесь своим душевным порывом, почему вы не прошли мимо акции? Это ж наши дети. Купила карандаши, тетради, ножницы, краски. Я всегда за это, всегда во всём участвую. Усе подарунки передадут детям сошмадзетных и неполных семью, а так само у дездящие домы и социальные притулки. Урушение пройдя с концертами и гульнявыми программами. Увогули акция хапила усе районы в области. Только у Гомели, да и е, уже долучилися больше, как 300 волонтёров. Я не первый год участвую в этой акции. И я искренне счастлива, что люди не проходят мимо. Они покупают раскраски, покупают карандаши. Мне кажется, нужно начинать с себя. Будьте добрее, и мир станет добрее. Такие акции в Украине стали доброй традицией. Всё лето марафон протягнется до 10 вересня. За этот час волонтёры так само приймуть удел в працованном десанте. А заробленные сродки выдаткуются на корыстные покупки для белорусских школьников. Ганна Ковалёва, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Теленовин». Працовное место пропануя открытое акционерное товариство «Гомель-жалезобетон». Восьмого жюня отбудется черговый день предприемства. Городжанам пропануют вакансии рабочих специальностей, инженерно-техничных работников. Затекавленных чекают у городским управлений по праце на улице Пролетарской, 18, 10 до 12 годин. Рекомендуется при себе меть пашпорт, документы об эдукации, працовную книжку. У областной библиотеки имя Ленина представили перацовную фотовыставу выдавецкого дома «Беларусь сегодня». У экспозиции лепшие работы конкурсу «Мой родный кут». До дела им запросили як профессийных фотографов, так и аматоров. З усіх кутков Україны читачи дослали каля трох тысяч здымков. Яны рассказывали про судовное место нашей родимы и про людей, які живуть у Беларуси. Самые цікавые здымки публиковали на сторонках газеты «СБ Беларусь сегодня» и в интернет-проекте фотоконкурсу. По выниках голосования читачоу и жюри из них выбрали 30. В номинациях «Земляки» и «Малая родима». Кожное фото – это незабывный и по-своему выдатный момент життя. Работы незвычайно живые, просякнутые любою дородных местен и теплыми вспоминами с дятинства. Победила Наталья Дорош, она из Гродно. У нее очень много фотографий по нашему полесье, что нам приятно на основании этих фотографий мы делали публикации. Конкурс продолжается и в этом году. Принять участие может абсолютно любой человек, как профессионал, так и дилетант, либо просто любитель фотографий, любитель фотографировать. Главное, чтобы это были душевные, эмоциональные, настоящие фотографии. Я с удовольствием буду ждать победителей из Гомельской области. Очень бы хотелось, чтобы победил кто-то из нашей области. У Гомеля выстава будет экспоноваться до 11-го жнивня, за тем я ее увидят Жихары Мазыра и Жлобина. Яна продказывала лес и видела минулое. 11-го жнивня у Гомельским Петропауловским кафедральным соборы отбудутся урочистости, присвященные Дню памяти святой проподобной манефы Гомельской. Святошное богослужение означалець митрополит Минский Заславский Павел, патриаршек за арху сяя Беларуси. Будучая проподобная манефа Мария Скопичева народилась под Гомелем у везцы сей руки в 1918 году. С детинства покутаючи от церебрального паралича, она не могла ходить. Однако несла свой житевый крыш с покорой и любовью до Господа. В 17-м году девчина поступила у лик сестерчонка у Скагажанучего монастыра. Почас войны схимница продказывала лез солдат, а после закрытия монастыра матушка почала приймать шматликих наведвольников у родной везцы сей руки. В эпоху повсюдного атеизма своим даром она наближала людей до православной веры, оцеляла хворобы, как душевные, так и физичные. Померла подвижница в 1984 году. 11 жнивня 2006 года святые мощи маневы были знайдены неотленными и по сегодняшний день находятся у свято-петропавловского собора Гомеля. Прозгод ее имя было канонизовано. Польша теплая надворья чекается в Беларуси в другой полове жнивня. В особные дни по полдне краины максимальная температура может досягнуть с 30 градусов тепла и высшей. В начале жнивня усталевалась довольно холодная для этой поры надворья. Фон среднесуточных температур за минулые сутки на 2-8 градусов ниже за климатичную норму на большие часы краины. Что до прогнозов, то новый рабочий тыдень в регионе будет похмурный, а лет теплый. Повышение температуры по ветру мы отчуем уже завтра, будет до плюс 24, их без опадков. До 28 чекается в Сираду, а ле махчимы дожджи и на вальнице. Плюс 30 покажут слубки термометра у четвер. До конца тыдня температура будет вагаться у межах 14 и 16 в ночи и от 23 до 25 в день. Что день чекаются опадки. Это и так сама иншая новина. Вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.тьверхомил.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. На какие только ухищрения порой не идут люди, желающие незаконно обогатиться за чужой счет. В жлобине водитель МАЗа вывез через проходную 14 тонн металла. Однако, благодаря профессионализму сотрудников Департамента охраны, вскоре был задержан с поличным. Обыкновенная проверка на транспортной проходной Белорусского металлургического завода помогла раскрыть преступную схему похищения. Подозрение вызвал 25-летний водитель, который при выезде с территории завода явно нервничал, показывая документы. Его 20-тонник был доверху загружен шлаком. Наружный досмотр грузовика не выявил нарушений. Над горячим шлаком подымался пар, и сотрудники милиции не смогли проверить груз. Но все же решили выяснить, куда отправится самосвал. МАЗ поехал через лесной массив на полигон, где складируют шлак. Сотрудники милиции вместе с представителями внутренней охраны БМЗ проследовали за большегрузом. Он остановился и поднял кузов для выгрузки. Вначале посыпался шлак, а затем круглые брикеты металлической стружки. Сразу стала понятна нервозность водителя. Молодой человек, незаконный вывез с предприятия, почти 14 тонн металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый житель Жлобина задержан. Ведется поиск соучастников. Ореческие правоохранители выясняют происхождение муки. Четыре мешка которой были обнаружены в автомобиле «Фольксваген Каравелла», остановленном для проверки в деревне Вышимир. Каких-либо сопроводительных документов у 51-летнего водителя из Речицы при себе не было. На вопрос о происхождении груза он ответил, что 120 килограммов муки приобрел у знакомой, которая работает на одном из предприятий. Проводится проверка. 48-летний мазырянин, остановленный недалеко от деревни Романовка Музырьского района поздним вечером, изворачиваться не стал. Он сразу сознался, что два рулона соломы, находящихся в кузове грузовика, похитил с поля к суп Слободское и везет родственникам. Вору придется оплатить штраф в виде двух базовых величин и вернуть украденное. За пятницу и выходные дни на территории Гомельской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано шесть человек. Все они сейчас находятся в больнице. Из-за несоблюдения дистанции ДТП произошли в Жлобинском районе на автодороге М5 Минс-Гомель и в Гомеле на улице Советской. В Чечерском районе водитель неправильно выбрал скорость на закруглении дороги, из-за чего его москвич оригинально припарковался на опоре линии электропередач. В Светлогорском районе водитель предположительно уснул за рулем и через несколько секунд оказался в кювете. В деревне Караватище Реческого района под машиной оказалась трехлетняя девочка. Девочка внезапно выбежала на проезжай с дороги из-за стоящего грузовика. В результате происшествия девочка с травмами была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция просит всех быть более внимательными на дороге и напоминает, что соблюдение правил дорожного движения залог вашей безопасности и безопасности окружающих. Предположительно, утопление стало причиной смерти 40-летнего мужчины в Жлобине. В микрорайоне Лебедевка, Юг утром в пятницу, в необорудованном для купаний искусственном водоеме рыбаки обнаружили труп мужчины. Он находился на глубине около двух метров в пяти метрах от берега. Следов насилия на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В румынском городе Петешти завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каное среди юниоров и молодежи до 23 лет. Белорусская команда вернулась домой с девятью наградами. Две из них золотые. Чемпионками мира стали представительницы Гомельской области и победительница вторых европейских игр каноистка Елена Ноздрева. Подтвердила свой класс, финишировав первой на дистанции 500 метров. На 200 метровке спортсменка взяла бронзу. Чемпионкой мира среди юниоров стала Вероника Леонюк, выигравшая финальный заезд байдарок-одиночек на 200 метров. Также на ее счету серебро на полукилометровой дистанции. Уроженец нашего региона Владислав Полешко стал вице-чемпионом мира на километровой дистанции в состязаниях каноэ-двоек. Также в его активе бронза в заездах каноэ-четверок на полкилометра. В составе белорусского экипажа был еще один представитель Гомельской области Никита Огородный. Бронзовым стал дуэт каноисток в составе Дарины Солоненко и Камилы Бобр. Наши спортсменки финишировали третьими на спинтерской дистанции 200 метров. Еще одну награду в копилку белорусской команды принесли байдарочницы Елизавета Вилькова и Владислава Скориганова. У представительниц Гомельской области бронза на 500 метровке. Параллельно с мировым форумом в Румынии на Гребном канале в Заславле проходила Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле на байдарках и каноэ. В числе победителей общего зачета две спортшколы из Гомельской области. Первыми стали воспитанники столичной из Дюшор по водным видам спорта. На второй строке расположилась команда Мозырска из Дюшор профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ. Замкнули тройку лидеров командного зачета спортсмены Гомельской из Дюшор номер 6 по гребле. Три награды выиграли гомельчанки на 21-м международном турнире по боксу памяти Магомед Салама Умаханова. Удачнее подруг по команде выступила Юлия Апанасович. Белорусская потерпела только одно поражение, правда, в финале. В поединке за золото Юлия Апанасович не смогла одолеть француженку Камилу Фадда и довольствовалась серебром. Бронзовые награды из дагестанского Каспийского везли Алина Вебера и Виктория Кебикова. В мемориале Магомед Салама Умаханова приняли участие боксеры из 21-й страны. Из представителей Гомельской области только Мозырская славия вышла в четвертьфинал Кубка Белоруссии по футболу. Мозыряне на домашнем газоне обыграли Витебск 3-1. Двумя голами в составе хозяев отметился Слюсар. Еще одно взятие ворот на счету Мельникова. У северян отличился Печенин. Футбольный клуб Гомель в Минске проиграл Динамо. Хозяева поля усилиями Гавриловича открыли счет в концовке первого тайма. На флажке второго гости цифры на табло сравняли. Луцевич ударом головой перевел матч в овертайм. В дополнительное время Зубович и Фатай, забив по разу, вывели Динамо в четвертьфинал. Непреодолимой преградой для гомельского локомотива стал солигорский шахтер. На домашнем газоне железнодорожники проиграли горнякам со счетом 1-2. Хвощинский и Антич забивали за солигорскую дружину автора единственного гола локомотива Кравченко. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин